Аутизм. Что мы знаем о нем? Во время диагностики ребенок находится в непринужденной обстановке, то есть он выполняет ряд каких-то определенных заданий. Специалист уже сидит и в протоколе отмечает все, после которого выдаются заключения. Новая разработка ученых Казанского федерального университета. Если вы представите топ-розетки, там 50 Гц. Ну, здесь немного больше, ну, раз в 100 тысяч, в 100 тысяча раз больше чистота. Учебный процесс держится на старостах. Мы с вами проводили и процедуру заселения в общежитии, тех, кто является иногородними студентами, и тех, кто проживает в общежитии. Потом, соответственно, сотрудники Департамента молодежной политики в рамках встреч в институтах ознакомили вас с позициями, которые считаются социальной направленностью и рассказывали о тех возможностях, которые есть. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Александр Фирсов. 27 сентября в приемной президента Российской Федерации в Республике Татарстан состоялась церемония награждения призеров синхронного турнира Приволжского федерального округа по игре «Что, где, когда» с участием главного федерального инспектора по Республике Татарстан Виктора Демидова, министра образования и науки Республики Татарстан Ильцура Хадиулина и ректора Казанского федерального университета Линара Сафина. Турнир был организован для любителей военной истории и посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов под патронатом аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе». О таких людях в народе говорят «необычный» или «странный». Аутист – это человек с биологически обусловленным заболеванием, которое проявляется в состоянии погружения в себя и ухода от контактов с реальной жизнью и окружающими его людьми. Аутизм сегодня является довольно распространенным явлением. О том, как улучшить состояние пациента, расскажет наш корреспондент. В детском саду Казанского федерального университета «Мы вместе» появилась возможность пройти диагностическое обследование по протоколу наблюдения АДЭС-2. Это признанный на международном уровне золотой стандарт диагностики расстройств аутического спектра, которым сегодня владеют специалисты детского сада. Вообще в психологии есть сенситивный период, и он считается вот этот школьный возраст. Если до трех лет диагностировать у ребенка аутизм, то, выстроив индивидуальный маршрут правильный, и работа всех специалистов – психолога, дефектолога, логопеда, психиатра, который дает заключение, есть больше шансов, что ребенок пойдет в обычную школу. И он будет жить с нормотипическими детьми. На сегодняшний день аутизмом в мире страдает каждый сотый житель планеты. Ежегодно их становится на 11-17% больше. Особенности развития заметны в первые три года жизни. Проявления заболевания с возрастом усугубляются или сглаживаются. Ребенок-аутизм заметно отличается от ровесников. Он стремится к одиночеству, не играет с другими детьми, сторонится их, так ему комфортнее. У ребенка нарушено проявление эмоций. Это яркий представитель группы интровертов. Всегда в себе не обращает внимания на то, что происходит вокруг. По возрастной психологии в педагогике есть, например, основные критерии. То есть в месяц, что должен уметь ребенок делать, да? Там в три месяца, в полгода, в год. И если родитель очень внимательно и чутко относится к своему ребенку, то он понимает, что если, например, в тот период, когда идет эмоциональное общение ребенка с родителем, и ребенок вдруг не смотрит в глаза маме, да, которая наклоняется и агукает с ребенком, то это уже первые звоночки того, что что-то в развитии идет не так. Своевременное лечение – вот что действительно может помочь человеку избежать осложнений заболевания. Самой действенной методикой является АДЭС-2. Это тест, позволяющий оценить особенности общения, социального взаимодействия и игры ребенка. Суть теста АДЭС заключается в наблюдении за поведением ребенка в последовательно предлагающихся играх, заданиях, беседе. Так как дети с расстройствами аутического спектра демонстрируют разную степень развития и владения речью, то тест разделен на пять модулей, каждый из которых соответствует определенному возрасту. Первый модуль, например, мы можем его использовать от 12 до 30 месяцев. Далее идет для детей от 31 месяца и старше, и вплоть до взрослого возраста. Но еще разделяется в том числе для детей, не владеющих речью, или использующих отдельные какие-то активные слова. Далее следующий модуль идет для владеющих фразовой, но беглой речью. Проведение теста обычно занимает 45-60 минут. Еще около 40 минут требуется специалисту для обработки результатов теста и написания заключения. То есть всего это займет от полутора до двух часов. Во время диагностики ребенок находится в непринужденной обстановке, то есть он выполняет ряд каких-то определенных заданий. Специалист уже сидит и в протоколе отмечает все, после которого выдается заключение. В завершении тестирования подсчитывается сумма баллов, отмеченная специалистом в специальном бланке. По окончании АДОС-диагностики родители на руки получают результат обследования, с которым в дальнейшем необходимо попасть на прием к детскому врачу-психиатру для постановки точного и полного диагноза с учетом всех диагностических критериев. Напомним, что детский сад Казанского федерального университета «Мы вместе» открылся в сентябре 2022 года. Он является базовым для обучения будущих педагогов, повышения их квалификации, а также федеральной площадкой по сопровождению детей с расстройством аутического спектра. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета продолжают открывать миру все новые научные проекты. Достижения исследователей КФУ усовершенствуют установки для плазменной обработки материалов. Научная работа проводилась в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом. Подробнее о нем смотрите далее. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории, проблемной радиоастрономической лаборатории Института физики Казанского федерального университета установили зависимость концентрации электронов, электронной и газовой температуры в высокочастотном индукционном разряде пониженного давления от частоты электромагнитного поля. Научная работа велась в рамках проекта Российского научного фонда. Это численные экспериментальные исследования высокочастотной плазмы пониженного давления для модификации поверхности функциональных материалов, которым руководит доцент кафедры радиофизики Института физики Александр Шемахин. Это основа математическое моделирование этих процессов, то есть описание, какое-то предсказание параметров потока плазмы в вакуумной камере. И вот потихонечку я развивал эту тему. Эта установка, она экспериментальная, служит в основном для подтверждения теории. Вот, хотя, естественно, в ней мы даже в рамках этого проекта обрабатывали, полировали там стекло, тоже получили достаточный уровень полировки, ну, посмотрели, как это работает, и это было приложением этого проекта, вот, текущего. Вот он, у нас был трехлетний проект РНФ, он длился с 2019 по 2022 год, и сейчас продлился на два года до 2024. По словам молодого ученого, высокочастотная индукционная плазма применяется в индукционных двигателях. С ее помощью полируют линзы, а также она используется для травления множества материалов различной природы. Она зажигается вследствие электромагнитного поля, образованного катушкой. Изменяя его частоту, можно добиться существенного улучшения согласования характеристик плазмы с высокочастотным генератором, не повышая мощность установки. Тем не менее, частотная зависимость важных характеристик плазмы, таких как концентрация и температура электронов, еще не определялась физиками в широком диапазоне частот. Чаще всего брали 2-3 наиболее используемых в экспериментах частоты. Если вы представите ток в розетке, там 50 Гц. Ну, здесь немного больше, ну, раз в 100 тысяч, в 100 тысяч раз больше частота. И с этой гигантской частотой, эта гигантская частота наматывается на такой индуктор, по сути, представьте, кипятильник такой же индуктор, но он, а внутри этого кипятильника мы засунули трубку. И ток с частотой в 100 тысяч раз больше, чем в розетке, он ходит по этому кипятильнику. И внутри трубки, если мы откачаем этот газ, загорается плазма. Ну, по сути, та же плазма, которую мы наблюдаем в люминесцентных лампах. Все это окружает нас. И характеристики этой плазмы, они зависят от частоты. Очень сильно. По сути, мы можем прикладывать ту же мощность и просто поменять частоту. Немножко. Не на какие-то порядки. И немножко поменяв частоту, мы получаем гораздо лучшие характеристики плазмы, которые можно применить где угодно, в ионных двигателях, в обработке материалов, полировке линз. И это не затрачивает дополнительной мощности. И как бы вот это и есть изюминка нашего исследования. Полученные научные результаты помогут при проектировании новых установок высокочастотной плазменнообработки материалов, а также будут способствовать улучшению характеристик существующих. Карина Саяхова, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялся первый в этом учебном году старостат. О том, как это было, смотрите в сюжете. В малом зале КСК Казанского федерального университета Уник состоялось первое в текущем учебном году заседание старостат. В котором приняли участие старосты первых курсов академических групп Казанского федерального университета. Перед присутствующими выступил директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлия Виноградова. Здесь в вашем именно статусе возникает позиция, что вы являетесь важным информационным и организационным ресурсом в вашей группе. Староста – это студент, который является формально главой студенческой группы, занимается административной работой и выполняет роль связующего звена между студентами и администрацией учебного заведения. На встрече рассматривались вопросы организации работы со старостами академических групп, которые, в свою очередь, были проинформированы о своих дальнейших функциях и задачах. В соответствии с повесткой дня были затронуты вопросы деятельности общественных студенческих организаций и объединений для студентов первого курса. Мы с вами проводили и процедуру заселения в общежитии, те, кто является иногородними студентами, и те, кто проживает в общежитии. Потом, соответственно, сотрудники Департамента молодежной политики в рамках встреч в институтах ознакомили вас с позициями, которые считаются социальной направленностью, и рассказывали о тех возможностях, которые есть. В ходе встречи были освещены и другие важные аспекты образовательного характера. Старосты были ознакомлены с адресами официальных страниц студобъединения университета в социальных сетях для получения актуальной информации из жизни университета. Амир Ахтямов, Зарина Аджихалилова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Казанский федеральный университет принимает делегацию Нижегородского государственного университета имени Лубачевского под руководством проректора по международной деятельности Александра Бедного. Казанский федеральный университет представил Тимирхан Алишев. В мраморном зале Казанского федерального университета состоялся день карьеры для студентов Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Студентам предложили работу в ряде IT-компаний. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...